Интересные новости госзакупок поступают на этой неделе. Контартно-капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра «Победа» в Черняковке получила компания, которая ранее ремонтировала входную арку в саду Аксаковой. Покуратура даже на этой неделе, по-моему, предписание какое-то выдала. Там арка потекла, по-моему. А так или иначе, эта фирма ранее ремонтировала котельную на даче Радиохабирова. Это фирма «Альбит». Она пообещала отремонтировать кинотеатр по цене 235 миллионов рублей. У нас как-то все в республике каким-то образом в десяток фирм укладывается. Все крупные госзакупки почему-то отдаются по какому-то невидимому, неформальному по подрядчикам. Почему так? В других РИО так же? В других областях и республиках? По-разному, если похуже, если честно. Я не скажу, что там Башкирия в этом плане уникальна. Это вообще наша российская такая специфика. Строить должны свои, причем не строить. Часто эти фирмы 2-3 человека, там стол, стул и компьютер, они наносут подряд, потом нанимают реальных строителей и платят им уже более существенно меньшие деньги. Здесь, смотри, у нас сама система госзакупок в сегодняшний день, она кривая до такой степени, что как бы она как раз, вот ее логика, когда ее строили, а я помню еще, когда обсуждались, 44-й, я настолько старый, что я даже это помню, там здравые-то мысли были определенные, то есть, что надо как бы мышей от амбара. А получилось так, что мы шею в амбаре заперли, а все остальные сюда попасть не могут. И вот сегодняшний день, вот сам 44-й, вот ФЗ, по которому идут закупки, он настолько, ну, не, как тебе сказать, кривой, да вот так проще скажем, что да, вот это дает возможность создать и не только в Башкирии, во многих регионах такие системы, и не только в Уфе, и не только в Башкирии. Это практика обычная, к сожалению, но не стоит удивляться, я думаю. Вам, по-моему, эти фирмы наизусть все уже... Да, конечно. Тут надо еще добавить такую вещь, что в России и в том числе в сфере госзакупок абсолютно отсутствует понятие репутации, в том числе описанной законом, то есть, если у фирмы, например, возникли какие-то существенные проблемы с исполнением государственного контракта, должен быть какой-то критерий, значит, ну, понижения ее рейтинга вот в этом процессе, да, то есть, вот берем эту арку, да, слепили там из того, что было, пошел дождик или снег там, или что-то там, сосулька упала, пол арки отвалилась, эмпирически описывая ситуацию, ну, зафиксировано то, что работы были сделаны там не согласно контракту. То есть, прокуратура уже даже... Ну да, то есть, вот прокуратура видит, что, значит, контракт исполнен неправильно, да, например, не те материалы там, не те объемы или еще что-то конструктивно не было исполнено. Ок, давайте внесем их в реестр людей, которые вот уже накосячили. Нет, да, пускай прокуратура взыскивает там ущерб и наводит справедливость уже в состоявшейся сделке, да, то есть, этот госконтракт, но эта фирма не должна иметь доступа, по крайней мере, на равных условиях с остальными к следующим контрактам. Это просто, ну, это идеальная Россия будущего, да. А то, что ФСЗ-44 создавался как действительно эффективный инструмент, я подтверждаю, потому что еще в бытность мою, работая, значит, емщиком и так далее, значит, в этих всех вот властных структурах, я сам наблюдал, как это все формировалось и какие были резоны. То есть, при создании этого закона, какие закладывались туда светлые мысли. Но со временем собачка подросла, обросла шерстью, обросла изменениями, дополнениями, поправками, всякими некоммерческими, как это называется, критериями, да, то есть, вот сейчас вот очень модно, да, вот неэкономические критерии. Вот по этому критерию можно допустить кого, тех, кто мне нравится. Я помню, что даже какие-то критерии... И вот этот ФСЗ испортился, на самом деле. Количество грамот и похвалебных писем... Нет, там есть масса интересных моментов. Нет, это как раз вот опять же попытались пойти в логику того, что вот, как Андрей говорит, что надо оценивать деловую репутацию, но, как всегда в России, деловую репутацию очень часто начали оценивать по надутым бумагам, по левым каким-то письмам, по левым контрактам, которые как бы где-то заключались с кем-то. И с другой стороны, потом, конечно, в любой момент можно, понимая, что все эти контракты левые, брать кого-то, выяснив, что это контракт левый. Я говорю ещё раз, то есть, вот сегодняшний день, 44-й, люди просто, у нас же люди очень изобретательные, в России вообще очень изобретательные люди. И если в самом начале какие-то такие определённые, он даже отсекал 44-й реальные попытки там, ну, растащить бюджет, то сегодня он как бы стоит как пугал, а народ уже в такую степень к нему обходят, даже ещё потрясут за рукав и дальше идут. Сегодня, ну, менять, с другой стороны, у нас сегодня дальше большая проблема, у нас без этого проблем много, но, как вот мы в самом начале разговаривали, сложился определённый вертикаль, которая как бы крупные контракты делит, и им ничего изменять не надо. А мелких здесь на региональные баи пускай сами разбираются, вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok